Занятия по компьютерной грамотности. Все как в обычном университете. У каждого студента свой ноутбук, у доски педагог. Только одно но. Всем студентам в этой аудитории далеко за 50. По словам председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Любови Мишиной, пожилые жители Татарстана тоже хотят быть полезными республике и внести свой вклад в ее развитие. Реализуется очень успешно, востребован. Особенно востребованы программы обучения компьютерной грамотности, интернет, государственные услуги в электронном виде. У нас 72-часовая учебная программа, которая включает и изучение интернета, и всех информационных ресурсов, которые есть в республике. И очень нравится нашим студентам. Республиканское отделение Союза пенсионеров России – один из организаторов общественного движения вместе с президентом, о создании которого было объявлено 13 апреля. Напомним, главная цель движения – объединение татарстанцев и реализация конкретных действий по поддержке президентских программ и инициатив. Сопричастность к развитию республики. Деятельность регионального отделения Союза пенсионеров России – яркий пример такой сопричастности. Гордимся тем, что в нашей республике созданы условия для развития некоммерческих организаций, коим мы являемся. И участвуем в тех конкурсах социальных проектов, которые в республике проводятся ежегодно. И за счет этих конкурсов, за счет побед в этих конкурсах, нам удается благотворительный проект реализовывать чуть-чуть с частичной оплатой преподавателей. Сегодня у нас около 200 преподавателей в республике добровольно, на благотворительной основе обучают наших пожилых людей. Сегодня в университете третьего возраста по 15 учебным программам занимаются почти 6 тысяч человек. Пожилые студенты изучают философию, экономику и право, татарские и немецкие языки и многое другое. За 8 лет существования университета выпускниками программы стали почти 20 тысяч пожилых людей. Это связано со стремительным развитием республики в области информационных технологий. Кстати, в 2013 году Минтрут России признал Татарстанское отделение Союза пенсионеров России лучшим в обучении граждан пожилого возраста основам информационных технологий. Вместе с молодежью старшие поколения должны быть на равных и знать и уметь все то, что умеет молодежь. Любовь Мишина уверена, именно образование является мощным ресурсом развития Татарстана. А участие пожилых в движении вместе с президентом – это в первую очередь надежда на то, что помимо существующих, в Татарстане еще появится много новых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения республики и процветания нашего региона. Сергей Шерстнев, Владимир Лазушкин, Телеканал Эфир.